Сегодня я вам расскажу, как сделать модную шапку с ушками в технике мокрого валяния. Для работы нам понадобится шерсть, мыло, вода, скалка и вот такая вот пупырчатая пленочка. Для того, чтобы сделать шапочку, нам нужен болван. Его можно сделать самостоятельно. То есть мы берем обычную пену монтажную, можно прямо в пакет обычный напенить, и потом с помощью папье-маше, это газета или бумага, которую наклеиваем, делаем форму, и потом силиконом все это обмазываем. То есть это все потом уже не промокает, и мы на ней будем валять. Добиваемся мы размера примерно как наша голова. Объемчик 55, и высота тоже получается где-то 55-56. Вот для того, чтобы нам сделать выкройку, мы берем подложку под ламинат, тонкую желательно, и потом половину размера делаем, потому что мы валяем на одной стороне, и потом на другой стороне, чтобы внутри у нас оказалась вот эта выкройка. Но обязательно мы должны сделать выкройку больше, потому что шерсть дает усадку. Для этого мы рисуем, допустим, квадрат 20 на 20, выкладываем сюда шерсть, и сваливаем ее так же, как будем валять шапочку. И вот посмотрите, вот я сделала, допустим, образец, у меня получается усадка, ну, где-то 30%. Поэтому на выкройке мы будем добавлять вот эту усадку. То есть выкройка у нас станет гораздо больше. Ну, для того, чтобы она села по голове, мы потом это будем наваливать, шапочку, на этом болване. И вот сейчас я покажу, как делать выкладку. Выкройка у нас выглядит вот таким образом. Ушки вы можете сделать или подальше, или поближе к середине. Это все будет зависеть от вашего выбора. И начинаем. Значит, вот это обычная гребедная лента. Мы ее разделим на 4 вот таких части. На руку можно замотать, чтобы нам не мешалось и ничего не двигалось потом шерсть. И вот смотрите, я беру вот так вот пальчиками за те кончики, которые просвечивают. И вытягиваю волокна. И вот так вот укладываю. Сантиметра два у меня выходят за край нашей выкройки. И я стараюсь вот так вот укладывать, чтобы у меня равномерная была укладочка. Сначала мы делаем вертикально. И так мы будем укладывать полностью весь вот этот шаблончик. Шерсть имеет такие заусенчики. И она, спутываясь, она сваливается. Получается, как однородный материал. Выкладываем шерсть обязательно с заходом на предыдущий ряд, чтобы у нас они пересекались, вот эти все ряды. Таким образом закрываем всю выкройку. В принципе, это не очень сложно. Самое главное – иметь представление, что становится шерстью при мокром валянии. Потому что она садится лучше, когда контрастная температура. Допустим, холодная и горячая вода. Но сильно горячую воду нежелательно. Теплой водой лучше. Потому что, когда мы будем горячей водой именно поливать, то шерсть резко усаживается. И получается, сложно добиться ровной поверхности. Собирается она в какие-то бугорки, которые потом сложно будет выгладить. Мы, конечно, должны учитывать вот эти моменты. И тогда любой человек может справиться с такой работой. И вот так мы уже подходим к завершению выкладки первого ряда. Немножечко выход идет за край нашей выкройки. И вот так на ушки мы можем немножко положить под углом. Вот получился первый ряд. Теперь мы возьмем серую шерсть. Шерсть очень легко рвется. Ее резать вообще нельзя никогда. Потому что у нас вот такие вот тоненькие кончики остаются. И опять же мы ее делим на четыре части. И сейчас мы будем выкладывать уже перпендикулярно. Она будет потом при перемешивании сцепляться. И все будет у нас плотненько и тепло в этой шапочке. И опять же мы немножечко делаем выход вот сюда наружу. Три цвета я взяла специально для того, чтобы показать, как укладываются слои. А вообще можно сделать однотонную или в два цвета. Вот таким образом мы выкладываем полностью второй слой. Так мы выложили второй ряд. Теперь приступаем к завершающему. Это у нас еще другой цвет шерсти. И вот смотрите, я сейчас могу уже ложить, допустим, под углом где-то 45 градусов. Чтобы она была более эластичная. И опять же мы повторяем те же самые движения и на предыдущих. Итак, мы заканчиваем третий слой. Сейчас мы его намочим водичкой и мылом. Можно мыльный раствор сделать, использовать. Мыло хозяйственное на терочке натереть и кипяточком залить. И уже будет готовый мыльный раствор. Ну, у меня здесь жидкое мыло. В общем-то, можно его спокойно использовать. И сейчас я возьму вот такой капрончик, накрою. Можно взять еще пленочку, такая пупырка. Все это прижать. А пупырка нам дает более быстрое сваливание. Можно взять скалочку и вот так все это прокатать. Когда я катаю, она немножечко двигается внутри. И сцепляются ворсинки. И так происходит сваливание. Обязательно нужно, чтобы все намокло. Сейчас посмотрим, все у нас промочилось. Можно еще покатать. Очень хороший массаж для рук. Можно с детьми это делать, чтобы они покатались, чтобы они вам помогли. Можно же и взрослым, и деткам такие шапочки носить. Сейчас очень модные. Вот видите, у меня уже вся шерсть намокла. И теперь мы возьмем, перевернем аккуратненько. И вот это все заворачиваем на вторую сторону. Потом мы выкладываем точно так же вторую сторону. И все это собираем в одну шапочку. Так, водичкой мы, значит, смочили все. И вот так берем и выкладываем. И вот теперь мы просто эту сторону сюда залепляем. То есть мы получаем бесшовное соединение и проверяем. Так, и теперь можно положить или пупырку, или капрон. И вот так вот все это прижать. Берем опять скалочку и валяем в разных направлениях. Шерсть у нас внутри потихоньку перемещается и сваливается. Так. Надо, чтобы весь воздух вышел. Пупырка дает возможность больше сваливаться. Видите? И потом точно так же можно уже на другой стороне прокатать. Можно взять капрончик, закрыть, полностью с двух сторон плотненько прижать, намотать на скалочку и вот так легонечко повалять. Прямо как тесто. Сначала в одну сторону, потом мы со скалочки снимем и поваляем в другую сторону, чтобы усадка была равномерна. Так, вот воды у нас и мыло много, поэтому я сейчас возьму тряпочку и это заверну и буду прокатывать это все в тряпочке, чтобы оно и провалялось хорошо, и немножко лишнее вот это мы уберем. И можно снова еще повалять. Сначала мы аккуратно, нежно валяли, а потом уже можно прижимать посильнее. Итак, вот мы сейчас уже приваляли шерсть немножко и уже как бы ворсинки все схватились. Разрезаем в торце, не там, где ушки, а внизу. Вот у нас сейчас тут должна появиться выкройка наша. И мы аккуратно, чтобы не сдвигать слои, разрезаем. И вот теперь мы потихоньку вытаскиваем нашу выкройку. И теперь легонечко, которая сейчас должна уменьшиться в размерах, ну, раз в 50, можно в 100. Но обязательно проверяем, чтобы она не свалялась сама с собой. Раскрываем, двигаем и проверяем. Она уже почти однородная, уже ворсинок нет. Вот уже получается вот такая вот большая шапочка. Но она каждый раз уменьшается, как мы ее проминаем. Если мы движение вот в этом направлении делаем, она присаживается в этом. Если поперек, то в этом направлении. Ну вот, у нас немножко уже осталось еще довалять. Ушки. Шапочка уже уменьшилась. Сейчас мы ее оденем на болван и будем доваливать уже по форме головы. Можно применять для выглаживания какие-нибудь коробочки или мыльницы, чтобы более ровная поверхность была, а чтобы руки меньше стирать. Вот все, что у нас лишнее, мы как раз здесь можем все это с помощью валяния убрать. Вот у нас красивые ушки. И тот, кто будет носить эту шапочку, будет очень красиво выглядеть. Вот примерно вот так вот у нас получилась шапочка. Теперь мы ее снимем. Можно сложить вот так пополам. Сейчас мы сделаем вырез на лицо. Здесь будет зависеть от того, кому хочется закрытый лоб, открытый лоб. Вот шапочка готова. Впереди зима, и вот такая шапочка согреет вас в зимние морозы. Ей не страшен ни ветер, ни снег. Она не продувается. Я желаю вам, чтобы вы не боялись начать. У вас все получится. Так что дерзайте.